В Новосибирской области число вакансий в автомобильном бизнесе выросло за год сразу на 48%. Вопрос дефицита кадров обсудили в рамках круглого стола Ассоциации российские автомобильные дилеры. На встречу побывала Юлия Алиханова. В центре внимания тенденции и основные проблемы автобизнеса. Например, вопросы взаимодействия с китайскими автопроизводителями и способы решения кадровых вопросов. Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума. Вместе с тем растет и спрос работодателей на компетентных специалистов. Помогает решить возникшие трудности образовательный проект Академии РОАД в сотрудничестве с Советой Работой. С одной стороны, Академия взаимодействует с системой высшего и среднего профессионального образования. Второй блок – это программы поддержки дилеров, внутренние программы обучения. Это программы обучения, которые нам предоставляют наши партнеры. И третье – это выстраивание некой собственной внутриотраслевой системы подготовки. Больше 20 миллионов соискателей ежемесячно ищут вакансии на Авито-работа. Представители лидирующей онлайн-платформы презентуют совместный проект с Российской Академией дилеров, который направлен на ускорение поиска и подбора квалифицированных сотрудников. Если мы берем именно автобизнес, число опубликованных вакансий выросло на 48%. То есть повысилась конкуренция. При этом активность со стороны кандидатов снизилась на 9%. Сейчас недостаточно указать просто в описании условия, обязанности, требования в каком-то сухом виде. Важно это, как мы говорим, вкусно преподнести для кандидата. Новосибирская область входит в число регионов-лидеров по востребованности сотрудников для автомобильного бизнеса. Чаще всего работодатели ищут автоэлектриков, слесарей и механиков. Юлия Алиханова, Андрей Руднев, Новости ОТС. Юлия Алиханова, Андрей Руднев, Новости ОТС.